С вашей точки, да и с областной налоговой инспекцией, чтобы вы со всех регионов выслушали нас, самих предпринимателей, и отправили наши пожелания. Нас же ж никто не услышал. Наши пожелания, ну просто, я говорю, результаты получились, хотели как лучше, а получили как всегда. То есть хуже еще в два раза. Получается, мы с открытым сердцем, а к нам просто... Мы, да, мы поверили всему, мы с ожиданиями другие были, и проект указа мы этот видели, и читали мы этот проект указа. И вносили предложения, а в результате нас никто не услышал. Опять получается, что сегодня мы обсуждаем то, что по сути дела, это нас приведет к краху. У нас такой рынок, ЦУМ, на котором всегда вообще невозможно было взять торговое место в аренду. На сегодняшний день сколько бы стоит рабочих мест? И продаются эти места, и все на свете там, ну не сдаются в аренду и все такое прочее. На сегодняшний день сколько пустует. А давайте это сейчас у нас повысился на 300 тысяч налог, предположим. Что будет у нас к июлю месяцу, когда налог этот увеличится еще на 300 тысяч? Это раз. Товар дешевый, это летний товар. Никто его не потянет. И я вам точно говорю, что 50% предпринимателей моего рынка, это будут они закрыты. Потому что они просто не вытащат эти налоги. Не вытащат аренду, не вытащат налоги эти. Помимо того, что заплатить это все надо, еще что-то и заработать себе надо. Ведь в убыток себе работать не будешь, надо за что-то привезти этот товар. Даже если ты собираешься переходить. Да, упрощенная система налогообложения хорошая система. И даже если я, допустим, решу не платить сейчас на сегодняшний день налог, а перейти на упрощенную систему налогообложения, для меня даже открывшие три точки, для меня это будет выгоднее. Поскольку я не буду платить по 3 миллиона, как сейчас плачу с каждой точки налога. А то если я буду платить своих 3%, по-моему, 3% от валовой выручки получается. Плюс 20% в основе НДС. Для меня это даже будет выгоднее. Я согласна с этим. Но дело совсем в другом. Дело в том, что у нас, во-первых, упала покупательская способность населения на сегодняшний день. Люди не могут себе позволить. А мы, закладывая свои расходы, налоги, соцзащиту, аренду, мы вынуждены поднимать эти цены, потому что мы в убыток себе никак не можем работать. Ну никак. Ну как не понять государству, что мы рады бы платить. Но нам уже просто-напросто не с чего это все производить. У нас уже у самих не осталось денег. Нам бы своих детей выучить, да помочь бы своим продавцам, которые и те уже зарплаты не получают, потому что не продается ничего. Вот в чем дело. Надо решать как-то на... А что я предлагаю? Надо было оставить все, как было, чтобы люди платили нормально налоги и работали. Понимаете? Не надо делать бурю. Пока в России не появится... Вы слыхали? Вы слышали было, что у нас 20 тысяч сегодняшних принимателей. Всего лишь нас 20 тысяч. Я знаю, сколько нас предпринимателей. Я вам сейчас расскажу. Приехала моя... Кратко, немножечко. Вы меня высушите. Еще две минуты. Еще две минуты. Я попросила бы вашего внимания. Подождите. Еще две минуты. Вчера приехала моя предпринимательница. У нее сын учится в Тюмени. Защищал диплом. Вот она мне... Я очень сожалею, что она просто не спогласила к вам прийти. Она специально нафотографировала в Тюмени, в городе, как работают предприниматели. Где они работают. Есть там и торговые центры. Рынков таких, как наши. Море. Да плюс ко всему никто не ограничивается в торговлю на улицах. Чего у нас, как говорится, я только против этой торговли, которая идет у нас такая раскладная разная. Там столчики, столики и все такое прочее. Тем не менее, предприниматели совершенно копеечный налог платят. Это раз. У них получается 1200 российских рублей. Это на год потенц стоит. Если вы хотите, работает. Аренда такая же, как у нас по стоимости. У нас аренда дорогая. Я так буду считать, что вообще, конечно, аренду тоже надо уменьшать. Но это не к налоговым вопросам, понятное дело. Люди свободно торгуют. Они люди уважаемые. На сегодняшний день предприниматели. Мне просто обидно за это слово. Потому что, если ты скажешь кому-то, что предприниматель, ты встречаешь усмылку, усмешку. Мы, конечно, в счете, если мы раньше могли гордиться этим званием, то на сегодняшний день мы не гордимся. Мы просто стесняемся говорить о том, что мы предприниматель. Вы считали, какие там комментарии? Так не надо. Да, так не надо. Нигде такие комментарии. На сегодняшний день мы не сочувствуемся. Не надо. Мы видели в последнее время, 28 февраля, 27 февраля, как люди к нам, когда пришли за покупками, когда мы уже должны были с первого марта закрыться. Вот надо было когда людей слушать. Вот вы тогда не слушали людей. Надо было послушать, что они говорили. Каждый заходит и говорит, а как мы будем? Как мы будем? Где мы будем одеваться? Где или что мы будем делать? И что они в конце концов хотят от вас, потому что, ну, парень холоднее и все такое. А самое главное, я вчера был у врача, ребенку зубы лечил. И я вот разговариваю с этими врачами. Они говорят, мы были в Заболоте. Я говорю, ну и как? Говорят, ну то, чтобы в электричку не вбиться, там и 50 тысяч взятку даешь, чтобы все, там все такое. Ломают поезда. Да. Они говорят, ну там же кишат наши. Там вся Белоруссия в Заболоте. Какая там уже и минус, там уже все. Что нам делать? Нам приходится тоже перекидываться в Белоруссии. Сейчас везем в Украину. И водку оттуда везут. Я набрала этих рубашек. И, друзья мои, значит, у кого нету сейчас рубашек в шкафу лишних, пожалуйста, приходите ко мне. Они совершенно негодны к русске. Вот наша белорусская, да. Я вывалила деньги. У меня есть документы. У меня есть сертификаты. Но эти рубашки совершенно непригодны. Ни один мужчина их не оденет. Ни по качеству, ни по фасону, ни по пошиву. Далее. Почему все время оговаривают о женском ассортименте? У нас есть и мужской ассортимент, где присутствуют брюки. Брюки – это немаловажная, так сказать, деталь в мужском костюме. У нас мужчины бывают с животом, без живота, кривыми ногами, с большими ляжками, с худыми ногами. Я должна подбирать эти брюки на человека. Я с несколькими базами в России работаю. И я знаю, что если ко мне придет человек, у меня будет ему что подобрать. Но если я буду работать так, как я набрала сейчас этих рубашек, я просто вывалю все деньги, у меня ничего не будет. Ко мне небо найдут минские базы. Это нереально. И то, что говорят про маечки у женщин, которые вот такие фигурки и все, да, это естественно. Но не понимают люди, что у нас разное телосложение. И там подход должен быть, у нас это нереально, нереально нашить под каждого человека, как говорил наш президент, будем изучать, значит, ассортименты, которые есть. Как может быть чиновник, который сидит здесь, ему 50 лет, может изучить ассортимент, допустим, там, какого-то контингента или где-то. Как он может пошить лекало вот такое, здесь штанину такую или где-то такую? Нереально. Вот. И я делаю вывод, что это просто, действительно, чтобы мы не работали в Министерство торговли, в основном я слышала вот выступление, да, когда женщина говорила, там, как ее там повели от волнения, простите, забыла, что надо всем водону в ребенку. Мы сидим в этой будочке, платим этот налог, кормим своих деток, спокойненько приходим домой, никому ничего не обязаны, и с нас ничего не надо. И вот это действительно отлично. И самый основной факт, что мы не людям не доставим такого ассортимента, который вот нужен, а люди очень благодарят, вы знаете, очень благодарят, знают, какую точку, прямо спасибо, мы в универмаге, но мы не могли выбрать такого. Так что я вам говорю, вот у башки, кому нужны, действительно, серьезно, приходите, хоть все на логулки, вот видите, они с запонками. Да. Да, я еще на фонаре. И с запонками поменяют. Ну, в общем, ситуация плачевная, правильно? Ужасная. Так это везде так даже, сейчас, если мы привезем самое дешевое, самое красивое, но брать не будут людей, денег нет, почему у них забыло это везде. Еще можно я скажу, вот я предприниматель и многодетная мама, но так как многодетная мама сейчас получает пособие по уходу за ребенком 50%, как вытянуть многодетной маме, вот по нынешней ситуации, нереально проще закрыться, не иметь статус предпринимателя и получать полноценную пандемию. А таких мам полно... А кто об этом думает? Я вам расскажу такую вещь еще. Насчет вот мам, которые многодетные работают и стараются тянуть. Политика государства такая, если мама спивается в семью, ее лишают родительских прав, а детям дают квартиры потом. А такая мама, вот девушка, она пашет ее на налоги, на фонд соцзащиты, на все, и она ничего не может своим детям дать. Последняя забирает. Поэтому надо задуматься к государству. Можно обсуждать, не обсуждать. Мы уже все... Большинство из нас здесь все прочитали, все прошли, и всем стало понятно, что к концу года такой класс, как предприниматель, индивидуальный, он просто-напросто исчезнет. Он исчезнет. Вот и все. Но когда его подписывали с Россией, были переговоры какие-то? Они провели все моратории, им не надо... Проблема даже в другом. Мы даже встречались, когда были в Минске, на перспективе было собрание, мы встречались с представителями именно тех, кто разрабатывал это всех регламент. Они как раз приезжали к нам. И они вообще сказали, мы не знаем, каким боком это к вам касается. Это должно касаться крупных импортеров и производителям. Это было открыто заявлено москвичами, которые были на конференции на перспективе. Когда мы были летом, это было летом. Потому что вопрос, страсти накипали нешуточные, вплоть до выхода из таможенного союза. Вы понимаете или нет? Ну вот, и поэтому мы вообще не понимаем, каким боком. Здесь затрагивается только первый крупный импортер, который вез, и производитель. Мы вообще по факту, мы являемся конечным звеном. Мы, приобретая свой товар у российского предпринимателя, почему мы должны выяснять, прошел он сертификацию, не прошел сертификацию, прошел он таможенную очистку, не прошел он таможенную очистку. Извините. Вот, пускай, товар в России. Должны еще сертификации таможенную. Это как одним из способов, если вам не дали копии. Ну, нет, копию, там, с печати. Ну, что у нас одно должно быть писано? Вот как это? Вот человек звонил в проверяющий орган ССМ. Там же есть подразделение, которое проверяет. А, начальник отдела. Нет. ССМ, теперь я, ну, не знаю, чтобы вас не запутать, ну, или я этим запутаю вас, ССМ не является проверяющим органом. Мы не проверяющим. Мы хозрасчетное предприятие, которое только выдает сертификаты, и то декларации по вашим заявкам, и мы работаем на хозрасчете. Нету Путина. Там есть только Александра Григорьевича, любимого нашего. Там висят, купляйте белорусское, и там люди продают, и в павильон такой же, как раньше, и висит нормальный портрет нашего президента, да. Но смысл-то в том, что они же, россияне, не выдают тоже на белорусский товар никакие документы. Вот и все. Нет. Никаких сертификатов. Никакие сертификаты. Никакому ничего не надо. А зачем? Зачем они себя будут заморачивать этими вещами, если им не надо? Если у них вообще сейчас два года, сейчас у них объявлены полностью и налоговые каникулы, и льготы по этим сертификатам. Вот скажите, как на сегодняшний день перейти на упрощенку, даже за крыши глаза, на эти эффективные документы? Уже ладно, как говорится, ну допустим так, где мне взять этот сертификат, если россиянину, он не нужен сейчас. Его никто, на два года вообще отложили эту всю эпопею. Ну где мне его взять? А у нас делать его, вы же прекрасно понимаете. Это не по-другому. Вопросов нет. Есть другой товар, который у нас воплощает. Но ведь в реальности-то получается как? Вот приходит, допустим, инспектор на рынок. Если он начинает нас считать, мы же без юридического образования, у нас нет бухгалтерского образования. Мне, допустим, вот это вот все подбить, это голову сломать надо. Это сто процентов, грубо говоря, берешь сумку, складываешь сколько единиц надо, и говоришь, а какой штраф будет? Все, вот, ну как? Нет, ну как сумку это... Это консенсация по решению суда. Начнем считать, а оно найдется. Ну у нас, знаете, что, как показала практика, еще никому не вернулся в суд ничего практически. А там, скажем, никто не возвращается. Вот. О чем мне речь? И опять же, вот, по вопросу стандартизации, вот такого всего. А как вообще у нас стандартизируются вот эти конфискованные товары, которые у нас в тех магазинах? Да, это не то и то, и не проходит, они не уходят в секунду. И можно, значит, продавать, а нам нельзя. Даже в Минске нам не смог отметить, представители госстандарта не смог ответить на этот вопрос. А вы задаете вопрос? Ну какой вопрос? Есть указ президента 559-й о реализации имущества, изъятого, конфискованного, обращенного дохода государства в Минскосово. Там все эти моменты прописаны. Есть перечень имущества, которое подлежит сертификации, конфискованной. Есть перечень имущества, которое подлежит государственной регистрации. Есть перечень имущества, которое продается только по вероятческой экспертизе. Все. Ну, не по-моему. Там все расписано, и все выполняется. Ни в одном из магазинов нет ни маркировки, ни в декабре. Нет. Нет, нет, нигде, нигде не написано, что там уже эти фирманы. Там не должна быть маркировка, там у них есть другое, они работают по-другому совершенно в постановлении. Значит, я могу, попав в этот магазин, попросить у них, значит, сертификация, ответственность на этот товар. На тот товар, который подлежит. Вот, что они консервировали. Нет, товары легкой промышленности, в конфискованных товарах сертификации не подлежат. А почему наши подлежат тогда? Ну, это у консрезидента, как я могу его объяснить? А вы, ну, чего? Вот нам, ну, повысили, не надо сертификаты. Как еще лучше? Да, мы бы выберем, есть такой сертификат. 559-й указан, тоже перерабатывают в настоящем. Ну, вот это поставьте. Вот, который поконсенсованный. Он был еще, с 2009 года, в то время и ваша продукция сертификации не подлежала. Ну, у вас произошли изменения, там пока нет, не все законодательство сразу. Вот так сразу законсискованный товар, как будто бы его столько много. Его не столько много, чтобы на нем так заострять внимание. Прикотажников, вот эти все предприятия, Легпром, должен быть один центр в Бресте, в Гродно, неважно где. По типу Евроопта сделаны. И там должны эти большие павильоны стоять. И каждое предприятие должно там оптом торговать. Делать по России рекламу, НДС возвращать. Прикотажники на рынке говорят, что... Говорят, если бы нам, вот обычным МФ-шникам, можно было вот этот вот 20% убирать, как это, ну, на УТП или как-нибудь. Беспошлиное. Беспошлиное. Говорят, если бы это было как в Польше у нас, то есть он стоит в ларечке каком-то. Минус, минус 20%. Для чего она пишет, люди? Вот это, вот это декорация. Если ее проверить, скорее всего, что она окажется не очень хорошей. Скорее всего, что она окажется не очень хорошей. Дело в том, что... Это знак в форме. Тут сразу знак неверный. Знак неверный. Вот это знак неверный. Видно, что это ходит, совпадают буквы. Знак, кто правильно делает.